Движется, да? Хорошо. Просто ее еще близко не видит. Как вы думаете, она плоская, выпухлая или локтая? Какая? Локтая. Да, хорошо. А теперь подойдите и потрогайте ее. И другая плотина такая же. Да, такая же. То есть только когда вы подойдете совсем близко, и когда подойдете, ваше зрение придет в себя. И вы поймете, как это работает. Она работает по принципу обратной перспективы. Потрогаем очень. Наше зрение воспринимает? Какая плоская изображение? Ааа, я понимаю. Это я сама так вижу, потому что двигаюсь. Да? И поэтому возникает такая иллюзия. Правильно? Угу. Пойдем, отойдем, посмотрим. Ласка наша обманница. Теперь давайте поговорим о блюзах наших оксидного восприятия. Вот здесь девушка, знаете, с какого цвета? Глазоватый. Глазоватый. Ну такой, да. Синего. Глазоватый, да? Хорошо. А этот? Серый. Хм. Карий. Видите? По-разному, да, видят? Ну, в общем-то, этот либо серый либо карий, этот голубой. Всем кажется, что они совсем разные. Если мы сейчас наденем ей маску и закроем контрастный красный цвет, то мы видим, что глаза одинаковые. Но мне лично ей нужно еще зрачок закрыть. Если закрываем, то вижу уже точно, совсем не остается сомнений, что глаза абсолютно одинаковые. Убираем маску, снова кажется голубым. Да, дело в том, что вот этот красный цвет, он вызывает отклонение в наших глазах восприятия серого цвета. И он нам кажется более голубым. С этим же контрастом связана и вот эта картинка, здесь в нижнем квадрате кажется светлее, чем в верхнем. Но если мы в линейке закроем этот контрастный градиент, то мы увидим, что оба квадратика одинакового цвета. Убираем снова нижний, нам кажется светлее. Также своим глазам вопросов цвета не всегда можно верить. Идем дальше. Проходите дальше. Можно? Сейчас хорошо, хорошо. Эта технология называется LipMush. В будущем она когда-нибудь заделит наши мышки. Вот здесь небольшое USB-устройство формирует непрогрессное поле. И когда в него попадает наша рука, мы начинаем взаимодействие с обнаруженным на экране. Подними-ка чуть-чуть ручку повыше. Вот так. Поднимаем. И можем попробовать сорвать этот цветочек. Ну представим, что он вот здесь находится. Да, чуть-чуть повыше поднимаем ручку. Вот так. Погладь цветочек. Петь. Петь. Можно подсрывать его. И спи, 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 спи. Вот, а понюхать. Все, он уже сорвался. А понюхать сможешь? Давай, понюхай. Давай. Понимаешь, что она не такая проработанная, рассчитана всего на дверки и более довольно маленькая, но разработки эти ведутся. И сейчас уже существует на Wi-Fi компьютерный, который использует эту технологию. Так что можете попробовать. Пойдем. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот такой синий вещик, который продемонстрирует нам, как работают фокусы, связанные с исчезновением, срезанием. Вот и засовываю руку. Мою руку видно, да? Да. Иди. Так. Так, а теперь, теперь не видно. Верните руку. Она все еще там. Так, видно, а вот так не видно. Дело в том, что здесь по диагонали располагается зеркальный экран. Когда мы ее подсвечиваем сверху, она прозрачная. И руку, и другу видно. А когда подсвечиваем снизу, давай до упора вниз, опускай, вниз, вниз. Так, еще. Вот так. Она зеркальная, отражает нижнюю часть ящика. И нам кажется, что ни руки, ни трубы, это там уже нет. Вот с этим принципом и связаны фокусы. С исчезновением людей и разрезанием. Я думаю, что нужны либо гибкие люди, и вот такая зеркальная грань. То есть, совсем никаких фокусов нет. Так, проходите дальше. Вот сюда, нам прямо. Пойдем дальше. Пойдем. Пойдем. Здесь у нас представлены шары Тесла. Это стеклянные сферы, в центре которых выходит электрод. Сами сферы заполнены инертным газом. Из электрода вылетают электроны. Сталкиваются с атомами инертного газа. И образуется плазма, свечение, которое мы видим. Цвет свечения зависит от того, каким инертным газом заполнена эта сфера. Если мы прикладываем руку, то происходит перераспределение энергии. Энергия идет в наши руки, а мы на электролизовываемся, и потом будем бить кого-нибудь в долгу. Ну, не обязательно, если вы с себя наткрутитесь, ваш заряд уже не идет. Потому что никого вы там не счетов хотите. Но это делать абсолютно безопасно. Некоторые люди вообще особо не поскорей, чего именно не на электролизовываются, у всех по-разному. Можно еще даже такой опыт провести, чтобы один человек держался за один шар, другой человек за другой шар. Между пальцами с атомами с атомами можно будет даже видеть искорку, если они будут касаться пальцев друг к другу. Очень много милей, милей, милей. Ну да, вот щелка. Вот так, что я знаю, что это не знаю. Я не знаю, что это не знаю. Руку мою. Я боюсь. Катахочка. А, вот это. Одна. Вот. А, ты что-то руками закрывала. Здесь есть еще третья стены. Первая стена, она подкрыта специальной краской, которая называется «Руминобор». Эта краска содержит фосфов и позволяет рисовать на ней свет. И мы видим явление люминесциации. Есть баллон освещения за счет контроля свет. Третар, ты как-то умеешь. Третар, это не своещество где-то через 3-4 минуты абсолютно в себе. Я поняла. А, у нас тут фонарика. А, у нас тут фонарика. Ну да, за счет фонарика. А, у нас здесь фонарика. А, у меня миссия Толка. Донесусь у меня мальчик, ведь это у меня мальчик, что-то Дотронься, дотронься У молокого, да Да, мальчик Нет, а теперь дотронься Еще здесь есть третий, это еще одна интересная стенда Смотри, Лиденька, смотри Давайте, на поле стены можете остаться Подойдите мне поближе Становитесь, туда чуть-чуть поднимитесь И вы тоже можете с вами становиться сюда Подходите туда, к стене Сейчас я вас сфотографирую со вспышкой Но несмотря на то, что вы сфотографированы со вспышкой Остаются ваши черные тени Отходите Эта стена называется ретро-рефлектор Когда свет падает на обычную поверхность Угол падения равен углу Надо, может быть, позу принять Надо, может быть, позу принять Верни мне позу, давай А вот это скорее Обычка, вот так Ножки согни чуть-чуть Согни ножки чуть-чуть Ножки подни О! Вот так, стой Че! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мастер! Красавец 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 Ножки Приверите Поехали Вау! 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 А это.. Вау! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok